И снова здравствуйте, дорогие друзья! Как вы знаете, с вами сейчас выступает Олег Алавгудвин, я признанный мировой лидер по мануальной терапии и другим телесно-ориентированным практикам. Сегодня у нас тренинг, посвященный именно правке позвоночника, мобилизации позвонков, костей, руки, ноги, голову, все мы проходим. Но вот единственное, что давайте я вам просто напомню, где мы находимся и куда мы пришли. Это у нас называется Академия Телесно-ориентированных практик, сокращенно Альфа ТОП. То есть Академия Телесно-ориентированных практик. У нас есть и школы, где разные преподаватели на разные темы вещают, там, я вам потом эти буклетики раздам и распечатки всякие, около 40 видов массажей. Некоторые даже не представляю, что сейчас только есть. Плюс там всевозможное обертывание, костоправство, банное парение, там, маски, пилинги и так далее. Там, ну, неимоверное количество, в общем, знаний, которые можно применять. А баночная есть? И баночная есть, да. И пиявки есть, и кровопускание, хиджама есть, слышали, да? Да, да, да. Все есть, да. Ну, не все же я преподаю, разные специалисты. То есть, если вы попали в эту школу, то, так вам скажу тогда коротко. Ну, во-первых, это как обучающая школа, и с таким же названием, вот есть сайт, не знаю, там видно, или не видно? Альфа ТОП. С таким же названием есть, а вот другой наш логотип, вот снизу, видите? Вот тут. Это салоны массажные и ассоциация массажистов. То есть у нас получается, смотрите, что в интернете много информации, но это на самом деле кажется, что много. Когда я лазил по интернету, я понял, что на самом деле там еще больше, чем информации, полезно много мусора. Потому что, вроде кажется, но все друг друга перепечатывают, и все какое-то общее, вся информация такая общая, общая. А когда доходит до дела, вот что-то конкретное найти, вот просто не найдешь. Я иногда дни, дни, недели тратил, чтобы чего-то там откопать. Ну, в поисковике там вообще до 50-70 страницы доходил, чтобы, ну, не рекламируешь такую информацию, да? Чтобы куда-то там что-то найти. И в итоге получается, что оказывается, на самом деле весь наш бизнес, телесных практиков, телесно-аннотированных, вот как мы помогаем людям, руками, да, в основном руками, состоит из трех пазлов. Вот один треугольник, второй, треугольник, который вот складываются в такой общий треугольник, который отвечает на вопрос, что? То есть, что мы делаем, да? Какие приемы применяем? Второе, как применяем? Ну, это больше касается маркетинга и, ну, как бы, чистоплотности самого человека, мастера, автора. Ну, кстати, что делаем, да? Это вот непосредственно, пишу, это непосредственно сайт alphatop.ru. Вот обучение, да? Как делаем? Это ассоциация. Ну, как и говорят, там связано с маркетингом, с самой рекламы, как мы вас презентуем. Для вас открыты специальные каналы в ютубе с плейлистами, так что набирайте ролики, если хотите, я вас буду продвигать в эту ассоциацию. Там открыты всевозможные печатные материалы, ну, чтобы там раздаточные материалы были, да? Начиная от визиток, и заканчиваем, ну, не знаю, плакатами огромными, вывесками там на дверью. И группы. В общем, ну, там целый набор, набор маркетинговых инструментов. И еще один вопрос, который у нас касается, это кому или где? То есть, где мы это делаем? Вот, бродя по интернету, как бы я понял, что на самом деле, вот, отвечая на один вопрос, у нас неизменно возьмут на следующий вопрос. Потом следующий вопрос, когда мы на него отвечаем, мы сами себе задаем вопрос, а что, где, как, и вот переходим сюда. Ну, это не что, где, когда получается, немножко другой смысл, да? И сюда мы находим здесь вот в этой матрице, мы крутимся и находим там ответы. И чтобы был ответ еще вот, где? Это, соответственно, где ваше рабочее место, как его обустроить, снимать ли, ну, защищать для себя юридически надо, да? Или сам на себя человек работает? Надо ли помещение снимать или работать на проценты? Кто как хочет. У каждого есть возможности, и каждый живет по-разному. Хотел, научился в России, уехал в Таиланд, там работаешь, да? Или уехал в США, там работаешь, на Баку работаешь. Кто-то работает только с детьми, например, инвалидами. Кто-то только с беременными. А кому-то нельзя с беременными. Или вот вы спрашиваете меня, а как я буду с мужиками здоровенными? Ну, не работайте с ними, не справитесь, берите другой контингент людей. Как их брать, да? Сразу вопросы возникают. Вот он. Заходите в ассоциацию, там будем видеоролики, подсказки на всякие давать. А здесь, как бы, получается, вот с тем же названием Альфа Топ, это мы расширяемся. Это вот, кто желает, есть франшиза. И можно работать, как бы, на процент в каком-то кабинете, да? Можно его расширить до нескольких кабинетов с разными услугами. Ну, там, допустим, обертывание, там, какие-то ванны. Родоновые, например. Ну, там, какие-то вытяжки. Ну, много чего. То есть, бизнес расширяется как в ширину, так и в глубину наших знаний. Понимаете? Так и по диагонали расширяется территориально. Не только в России, но и по всем другим странам. А как я говорю про себя, я популяризатор массажных технологий номер один на всем русскоязычном пространстве интернета. То есть, понимаете? Это уже, это уже мы не ограничиваемся. Кстати, вот бизнес, чем хорош? Ну, я просто восхищаюсь. Во-первых, потому что это нет любого другого богоугодного дела лучше, чем помогать другим людям. А что я делаю? Мы все делаем, да? Мы их лечим, мы их обучаем, мы их восстанавливаем, мы их еще и трудоустраиваем, вот, через эту систему. То есть, ну, все, что людям надо, все даем. Ну, кроме что не кормим только. И, соответственно, мы действуем вне политики, вне армии, вне религии, вне всяких территориальных, там, каких-то условностей, вот, законов, да? То есть, это, в принципе, ну, конечно, там, в Америке могут на вас подать в суд, если вы без лицензии кому-то поправили шею. Такое бывает. Но, зная просто законы той или иной страны, можно маневрировать, можно подготовиться и нормально существовать. Чем еще прекрасен этот бизнес, то, что он в наших руках, он всегда с нами. Куда бы мы ни поехали, нам не надо с собой какие-то там возить инструменты, да? В любом возрасте, в любом городе, в любой стране мы сможем заработать с вами. Согласны? Да. Вот, правильно. И, соответственно, по поводу франшизы. То есть, кто-то же может, как заработать, да? На этом деле, там, у меня есть книга, так как, цельский книгу не видели? Как заработать на массажах и технологиях? Ну, можно, во-первых, работать самому, свой пот и тут вкладывать, да? Можно кого-то нанять, ну, например, кабинетик или два кабинетика открыть, да? А можно открыть франшизу, открывать свой большой салон или медицинский центр, где все, как бы, это вот уже вместе, как один огромный бизнес. Хорошо, знакомое слово, да? Да, да. Так, вот, и, соответственно, переходим непосредственно к тому, чем мы занимаемся. Сейчас мы проходим тренинг по мануальной терапии. Многие думают, вот я же там другие какие-то названия, костоправство, хиропрактика, да? Ну, на самом деле, это просто другие названия, по сути, почти везде все одно и то же. Вертебрология в Европе называют. В Америке, по-моему, хироправты, практики. В Китае тоже хиллеры там какие-то в Таиланде хиллеры. Хиллер, хир, хиро – это в переводе просто рука. Мануал переводится на русский тоже рука, то есть ручной. По сути, вот мануальный массаж, который я изобрел, он тоже мануально называется, ну, во-первых, потому что сразу идет воздействие на костно-связочный аппарат, а во-вторых, потому что, ну, все, что мы делаем, мы все руками делаем. То есть, рукоделие. Другими словами, это то же самое. Но в Америке, как бы, запатентовали и назвали все это остеопатия. Это вам знакомое слово, да? Остеопатия, да. Это я такое. Вот, что расшифровывается? Осте. Это с древнегреческого кость. Апатия. Это болезнь, патология по-нашему. Вот. И у них, как бы, ну, они любят все патентовать, американцы, мы главные, мы первые, мы самые крутые. Примерно где-то сто лет назад с небольшим вот это все запатентовали. И туда, как факультативно, ввели разные другие процедуры. Это краниосакральная терапия. Это, вот, мануальная терапия. Это, как отдельный блок более жесткой терапии. Потому что тут остеопатия, как бы, подозревают мягкие техники. Это, ну, отдельная вертебрология, кинезиология, тейпирование и так далее. То есть, это все как отдельный вот раздел, получается, вот в большой науке. Но в России у нас все наоборот. У нас назвали мануальная терапия. То есть, у нас в реестре профессии написано мануальный терапевт. Вот, по сути, эта профессия, как профессия, появилась буквально лет, ну, 17-20 назад. Где-то, примерно, в 98-й год, 1998-199 год, да, слышали, да, поздно, как правило, поздно в религии. То есть, до этого это было запрещено. Все, что делал Касьян, называлось, во-первых, костоправство. Ну, это то же самое, по сути, только там, ну, чуть-чуть методы другие. Потом, как вы там называли, юмейхотерапия. Ну, примерно все об одном и том же, да, но немножко разные методы. И у Касьян, она костоправство идет, там уже, на эвкуляции костоправские у нее. Ну, там все равно похоже есть, я смотрел, да, и половина из них тоже применяю. Так, вот, а применяя, что я делаю, на самом деле, вот, чтобы вы понимали, то есть, у нас сейчас двухдневный тренинг такой, да, конкретно, вот, на кости. А по факту, чтобы вылечить человека до конца, иногда этого недостаточно. Потому что, ну, самое первое, что вы знаете, есть мышечный корсет у человека, да. То есть, примерно вы ему поставили кости, а через 4, там, 5, 6 дней мышечный корсет это все разворачивает обратно. И так, по идее, многие клиенты говорят, а что же, по-моему, буду бесконечно ходить, что ли? То есть, вы туда повернули, а оно все обратно, и вы туда, оно обратно. Но, надо понимать, что есть воздействие. Во-первых, человек от вас вышел из кабинета, вы уже не виноваты, вы за него не отвечаете. Он может подскользнуться, там, на льду, да, ступиться, бросившись в обуви, сквозняк, да, в прорубь начнутся, спать на неудобной подушке. И все, но не то, что обратно, вообще в других, еще хуже больше стать, да. Вот, и, соответственно, чтобы возвращаться обратно, ой, закрепить результат, мы должны ему подсказать другие методы. Есть метод ЛФК, есть метод специальной закачки мышц, но не просто, как все говорят, ну, как расхожее выражение, к тренеру придешь, по-разному, тебе надо закачивать мышцы, они держат позвоночник, нифига. На самом деле, вы подумайте, все мышцы скрепляют кости одна с другой, да, и как они могут его растягивать, особенно если грыжа есть, да, когда они, наоборот, только сжимают, то есть, закачивая мышцы, мы сжимаем, да, загубляем, да, закачивать только есть смысл в том случае, где-то тоже, как они нарисованы, ну, так, просто быстро схематично нарисую, вот, например, позвоночник, да, и мышцы, они антагонисты друг другу, есть синергисты, есть антагонисты, знаете, да, вот, то есть, одни с этой стороны держат, а другие с этой стороны держат. Так вот, истремление идет, если одни из них гиперактивны, да, гипертрофичны, а другие, наоборот, гипо, расслаблены, нам надо в Одессе так, чтобы было наоборот, то есть, эти гипо, которые активировать, усиливать у них напряжение, а эти, наоборот, расслаблять. Вот, только за счет этого мы можем, то есть, то есть, закачивать надо только одну сторону, соответственно многие вот например говорят давай грудную клетку качать молодым пацанам это я про этих про тренеров говорю молодым пацанам говорят ты сутулу тебе надо закачивать там дает ему штамму который он в груди жмёт а что происходит вот они не понимают как будто мышцы грудные вот они зажимаются они укорачиваются когда растут да и у него плечи разворачиваются вперед он сутулу становится такие мои какое-то лечение от сутулости от кифоз когда это наоборот получается обратный эффект вот соответственно чтобы все это понимать есть немножко другая наука так сейчас я запишу как-нибудь называется ось тела терапия где слова уже другие не остеопатия а остеон терапия во первых ось это за английского так и есть ось т.о. это бог но не путайтесь с религией тут как бы без религиозных всех аспектов но вспоминать теософия теология науки такие да терапия это лечение ну самое главное смотрите отличие если тут занимаются болезнями то мы занимаемся лечением если вы как бы в этой стезе в остеопатии то как бы кармически вы погружаетесь в болезненное состояние ну я уж не гордым перетягиваться не перетягиваться на себя какие-то там энергетически может болезнь да но по сути вот тут мы как бы чище потому что мы занимаемся лечением и почему ось бога то есть мы лечим ось божественная гость восстанавливаем божественную гость человека а что это такое я вот вам сейчас поясню вот есть человек человек у него позвоночник да на нем насажен череп крестец тазовые кости и ноги там растут ноги от него растут то есть это как бы ось остов нашего тела от чего все отходит все растет начиная примерно с крестца у нас растут вниз скелет и вешать и скелет кроме того здесь в вашем столбе есть мозг спиной мозг который напрямую связан с черепным мозгом и они не вас не вакууме же находятся они купаются в таком кожухе в котором есть жидкость ликвар ликвар слышали в принципе если брать опять английский язык она так и переводится жидкость жидкость ликвар жидко жидкость и сюда словно переводить вот но вопрос в том что в этой жидкости на миллиграмм если мы меняем давление то сразу идет осложнение либо на позвоночнике либо на головном мозге это соответственно энцефалия развивается но в худшем случае атаку в легком случае там бессонница хроническая усталость головные боли метеозависимости и так далее может быть глазное давление повысится вот то есть соответственно мы устраняем сначала физические блоки в теле где-то там да потом второй следующий этап устраняем функциональные блоки в костях да соответственно выравнивая их позвоночник мы даем этому лику нормально течь а если туда входит еще какое-то инвазивное вещество какая-то бактерия туда в кожу попадет почему кожи и чтобы к этому мозгу вообще не было доступа никаких вот посторонних инородных предметов микроорганизмов даже представляете то там вообще отравление будут токсикация а у людей у нас если к медикам обратиться берут пункцию мозгу просто для того чтобы проверить что там у тебя мозга представляете это они протыкают через позвоночник все это вставляется и берут кусочек оттуда ну там миллиметр конечно но сам момент протыкания тоже операция это же нарушение этого кожуха вообще страшную вещь а люди потом вспоминают лет 20-30 пройдет уже там на пенсии вспоминаю ой когда-то не пункцию мозга брали вот от чего там болит поселение межпозвоночный же диск не нет диск дальше на самом деле вот тоже многие говорят нажал на позвоночник нажимаем мы на остистые отростки до позвоночника мы доберемся но это вот скелет ребенка кажется тут на самом деле до позвоночника добраться это сантиметров еще пять а то и семь тут куча масс и вот между позвоночником это казаться не видно рентген никто из вас не видел рисую здесь короче отсюда нет там не видно вот смотрите вот идет позвоночнику сгибаются да но идут ассисты отростки вот эти которые зале который мы щупаем собственно говоря и достаточно длинные между ними вот собственно диски вот диски хрящевые вот эти вот фиброзное кольцо там да и вот между ними примерно толщиной где-то с два пальца в платье идет мозговой канал здесь понимаете то есть если мы говорим про функцию мозга то иголкой протыкают вот так вот они сзади сзади до самого позвоночника касается верхней ткани вода и вот . мозга берут но тем не менее мозг в кожухе находится он повреждается так и возвращаемся обратно сначала работаем с телом как я говорила надо к мануальной терапии относится иммунальный массаж в том числе потом работаем с костями выравнивая череп потому что многие люди когда приходят у них голова просто на боку так всю жизнь ходят представляете от этого что они делают они чтобы восстановить зрение виникулярное горизонтально да они голову поворачивают а потом ну организм как бы сам компенсионаторно сам себя выстраивает а по факту он нарушает свое положение им кажется что они ровно находят кроме того у них кости черепа смещаются в итоге мы можем наблюдали часто лицу где бывают разные левый правый не сочетается до асимметрии она и так у нас всегда есть но она минимальная то есть если мы на фотографии отрежем только левую часть да и приложим и опять же с левой части мы видим что мы даже на себя уже были не похожи а право с правой сложим будут два разных человек один лево симметричный другой право симметричным вот и когда человек толку ложится в морге на стол не сам конечно его как его уже кладут после смерти у него увеличивается рост иногда до трех до пяти сантиметров даже вставляете потому что только в этом случае задумайтесь только в этом случае происходит полное расслабление мышц я вам еще раз показываю позвоночник это просто конструктор сложены да но он без мышц не что это мышцы его растягивают вдоль и попереку вправо и налево это они его настолько держат такие спазмы такими азиты что их невозможно убрать не на 50 сеанс не на 100 сеанс массажа да поэтому используются разные методы еще дополнительно но это об этом будем говорить вот здесь как бы остеотерапия это и вибрационные и домом делают массаж флата терапия бани там жесткие жаркие такие ну и так далее то есть все методы хороши физиотерапевтические методы мы тоже используем простой а про лицо вы представляете у этих работников мозга в морге патологоанатомов есть такое выражение маска гиппократа знаете что такое у работников моргоров собирать я говорю про позвоночник а тут лицо вот это кривое лицо он в бац и выравнивается становится идеальным да 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 выравнивается если мы вот просим на диагностики клиент открывать рот они часто открывают через боку вставлять то есть даже мышцы уходит не так а человек живет уже не замечает боже мой как это не заметить а вот почему еще за это подробно застряю внимание а потому что от нервного нашего столба и и костика вот эта вода идут окончания нервные во все внутренние органы и не рваться там руки многие происходят соответственно органы либо не дополучают либо переполучают какую-то вернее мозг недополучает информацию об органах а ежесекундно там тысячи запросов идет туда в каждую пыточку и обратно туда обратно как-то проверили а вот про ауру да сейчас к этому как раз перейдем оказывается у нас есть чакры знакомы да 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 они например на то мы связаны с полем энергетическим чакры переводится на русский как вихрь или ну торнадо вот и соответственно всегда считалась эзотерикой эзотерика как бы запрещенная наука или наука как бы необоснованная экспериментальными методами и только буквально это 15 20 лет назад подтвердили что оказывается вот этих местах где у нас есть чакры есть энергетические узловые каналы шестой глаз на вот в центре черепа и даже вне тела нашего есть чакры но как правило 7 чакры рисуют вдоль позвоночника получается пах пупок грудь и глаз ну не точно ниже паха ниже пупка на 4 сантиметра учитель пальцем солнце сплетения это четвертый получить 3 4 анахата это сердце 5 горловая 6 это серединка между двумя полушария мозга находится железа которую запрещено сейчас изучать крышковидная железа эпофиз маленькая эпофиз не эпофиз не будет эпифиз маленькая такая но она как бы рудимент третьего глаза когда-то у наших потомков что-то было часто анахронизм который не используется но у некоторых ясновидцев тому предвидцев да вот у них как бы это раскачено дело в том что энергетика энергетика это все держит раскачивают то есть на самом деле не мышцы энергия уже там работает и седьмая человека над головой сантиметров 7 8 над головой но по сути это нам как бы китайцы там буддисты всякие сливают информацию что их 7 человек их на самом деле не 7 у древних русов было как минимум девять человек то еще есть еще 8 9 и получается как видите крест то есть они крестились обводя вот эти чакры то есть до в до христианскую эпоху еще и взял нарисовал крест анг если помните египетски да то есть когда мы крестились мы как бы по всем этим чакам проводили рукой заряжая их от пальцев идет определенная энергия которая их заряжает и ничего не буду говорить там против христианизации да но они что сделали они убрали все эти пальцы замкнули их на себя чтобы не было энергии да и замкнули даже вот эти пальцы то есть если старая вера еще кристили с двумя пальцами на многих иконах вы можете увидеть что иисус стоит и так вот так разжаты немножко руки пальцы то то пришли новые там рпц всякая и еще припитая первым и замкнули пальцы то есть нет энергии мы крестимся как бы в пустую а нам надо этими энергетические волны это вот биологическое тело то есть я пока рисую биологическое тело а я же еще у нас энергетическое тело это примерно сантиметров от 3 до 7 вокруг всего вокруг каждого пальчика сейчас есть фотоаппарат который фотографирует все видели видели да вот так вот эта энергия мы тоже и проникаем и также лечим людей ну грубо говоря рейхи как делается наложением рук или даже не касаюсь да иисус христос тоже лечил не не касаясь руками на расстоянии то есть у экстрасенсов вот эта энергия она бьет даже больше на 50-70 сантиметров который там и до двух метров можно раскачать ну даже может быть визитом ролики из когда эта энергия на расстоянии метра тушат пламя свечи тут ветер ведь никак и рукой не разгонишь это именно энергии или на расстоянии там 20 метров сбивают 2 винограда с дерева и яблоко сбивать вставляется вот есть такие эксперименты вот то есть она работает соответственно вот мы переходим к энергии если энергетические чакры а их больше на самом деле не 7 и 9 и 8 а 128 летом 256 они на самом деле чего разбросаны не села человека вписывая его в некоторую матрицу которая находится в первом коконе аура такая вот и соответственно это аура она является для нас некоторым защитным коконом от воздействия из внешней среды я там уже говорил что идет иннервация во внутренние органы внутренние органы они не только исполняют свою прямую функцию ну там кроветворение или отпускание мочи да но например вот мочевой пузырь за счет вибрации он чувствует другого человека когда к нему подходит но еще неизвестный человек на вибрационном тонком уровне вот мы говорим интуиция чувствую пятая точка чувствую а там у нас на самом деле чем мы чувствуем там есть мозг там есть не окончание оказывается есть у нас третий мозг я вас поздравляю брюшной висцеральный который реагирует на реакцию извне загружающей среды и получается вот человек нам подходит остается между нами 20 метров а нам сказали надо с ним познакомиться а мы уже о нем создаем впечатление какое-то нравится не нравится подходит уже метров 10 остается между нами да мы уже понимаем нет лучше связи не иметь никаких дел с ними делать не буду подходит уже метр метр между вами остается уже пора руку протягивать да а может тянем руку на автомате уже думаем там какой нафиг надо вот это вот знакомиться время теряще столько так вот а перейти в какой-то фуршет будет и и все и забуду и про него ладно так для 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 вида поздоровались весь какой-то картину мы рисуем оказывается с помощью интуиции откуда идет что такое интуиция это знание пришедшая не не от рассудка откуда-то не оказывается да вот через вибрации передалось в желудок передает как я говорил нервное окончание в мозг мозг принимает решение анализирует и отдает нашему телу приказе если вы так или не так и соответственно вот вот эти чакры да это некоторые узловые элементы оказывается в нашем теле есть еще электричество вообще по факту вот этот тоже от нас скрывают все все предметы все молекулы электризованные электричество есть вообще везде во всем в воздухе земле в подушке вот и соответственно эти жгутики узловыми моментами где они пересекаются как раз совпадали с чертами это питерские ученые недавно это все обнаружили поставить сколько лет уже цивилизации наши только недавно обнаружили подтвердили так вот если эти вот они в сто раз тоньше волосы жгутики которым передается и если говорят собрать их воедино склеить до введены то получится расстояние от земли до солнца знаете сколько я в километр точно не помню 150 миллионов километров по моему 300 раз туда и обратно представляете 300 раз по 150 миллионов километров это наш мозг ежеминутно ежесекундно получается столько информации о каждой клеточке представляете туда направил получил направил получил и когда человек есть блоки в в мясе так скажем в костях он недополучает информацию как шланг пережали до внутренние органы страдают соответственно мозг тоже страдает и в энергетических энергетические пробки есть тоже страдает мозг соответственно недополучая информацию он так этому привыкает мы ко всему плохому привыкаем так и ходим потом с палочкой а нормально так же как дела да хорошо пустячок а по факту человек не развивается деградирует и вот что такое остеохондроз это дегенеративно деструктивное изменение то есть необратимое представляете то есть